Здравствуйте! Это информационный канал темы дня. Здесь мы обсуждаем жизнь региона. Сегодня поговорим о том, как защитить свои финансы и вообще слишком личную информацию о себе от мошенников в интернете. Где посмотреть в Краснодаре в день рождения города и узнаем обратную сторону удаленной работы. Напоминаю, что для интерактивной связи с вами у нас работает WhatsApp, его номер 918-120-6200. Если по какой-то из обозначенных тем у вас есть вопрос, присылайте. Но сначала о том, как чувствовать себя защищенным в сети во всех смыслах. В Сочи сегодня продолжает работу 7-й Южный форум информационной безопасности. Участвуют в обсуждениях представители региональных органов власти, отвечающих за вопросы цифрового развития, информатизации, обеспечения безопасности. Форум проводится при поддержке ФСБ России, Минкомсвязи, МВД, МЧС, Банк России и других ведомств. Среди основных тем как раз киберустойчивость, технологии искусственного интеллекта для защиты информации и новые способы защиты тенденции 2020-го. Темы как никогда актуальны, так как по последним данным экспертов, кибермошенники за год украли у россиян около 2 миллиардов рублей. В среднем каждый обманутый россиянин потерял от 100 тысяч рублей до полумиллиона. В прошлом году Центробанк передал операторам связи данные о более чем 2,5 тысячах номеров, с которых поступали звонки клиентам банков. О какой цифровой гигиене следует помнить всем нам, чтобы сберечь и деньги, и нервы, и информацию? Мы обсудим это с Павлом Гензерским, начальником отделения по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Павел Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, насколько актуально все то, что я сейчас только что произнесла, проблема кибератак на пользователей, незаконное снятие денег для нашей территории, для Краснодарского края? Да, на сегодняшний день эта проблема очень актуальна не только для Краснодарского края, но и в целом для всех жителей России, ну и Краснодарский край в том числе подвергся проблеме с борьбой с данным видом преступлений. Ну вот эксперты опять же подчеркивают, что слишком бурно это все расцвело как раз после пандемии, когда люди остались на самоизоляции и для некоторых это стало поводом еще больше орудовать на чужих щитах, скажем, дистанционно и так далее. Это так? Да, действительно это так. На фоне пандемии у нас снизилось количество совершения краж в домовладениях, разбойных нападений, грабежей на улицах, но также возросло число мошенничеств, совершенных с применением информационных технологий. Ну это способствует еще, какие еще факторы, вот кроме пандемии? Это развитие технологий все-таки, да? В целом, да, развитие технологий, каждый человек, который на сегодняшний день имеет интернет, да, может совершать эти преступления. Ну не каждый, вот мы с вами не можем, например. Не можем, да. А все-таки кто решается на такого рода преступления? Вот что показывает статистика? Тем не менее, да, это люди, которые стремятся к легкому заработку. Ну тем не менее, соображающие, как это делать. Да, понимающие, имеющие представление. Ну да, что касается Кубани, то сколько вот таких дистанционных преступлений, можно же это назвать преступлением, не только мошенничество, какое-то слабое слово для этого случая, вот это было совершено, ну скажем, уже с начала этого года. Ну, застегший период 2020 года на территории Краснодарского края было зарегистрировано порядка 8,5 тысяч преступлений, совершенных с использованием средств мобильной связи, сети интернет и с применением, использованием банковских карт. Если сравнивать эти цифры, эти показатели с уровнем прошлого года, рост есть? Рост есть, да. А намного? Ну в два раза примерно, да. Это вот как раз, есть уже показательные такие цифры. Какие виды преступлений из этих цифр, вот можете сделать по категориям, разобрать, что совершается? Да, если говорить о видах совершаемых дистанционных мошенничеств, то наиболее преобладающие сегодня, да, наиболее актуальные, это звонки от так называемых сотрудников банка, да, где звонят гражданам и сообщают о том, что по их банковскому счету была проведена подозрительная операция, либо их банковская карта заблокирована, вот предлагают перевести им деньги на безопасный счет, либо, значит, ну различными способами выманивают их персональные данные. Ну в данном случае... Главная цель это, чтобы люди срочно передали, перевели деньги. Я признаюсь, что мне тоже поступал звонок у нас в редакции, к каждому, ну второму точно такие, чуть ли не каждому сотруднику поступали такие звонки. А вы получали такой звонок? Я в том числе, да, получал такой звонок. Но вы уже знали, готовы были, как действовать, да? Готов, да. Тут хотелось бы обратить внимание, что в основном звонки поступают гражданам с телефонов, начинающихся на код 495-499, то есть эти номера схожи с оригинальными банковскими, да, то есть не вызывают, как правило, у людей какого-то опасения. А может быть сразу, вот раз эти люди идут на диалог, на контакт, может быть какой-то провоцирующий вопрос сразу задавать, чтобы, ну вот, скажем, люди старшего поколения сразу понимали, что их обманывают? Да, в данном случае разговоры не нужно никакие вести, нужно прервать разговор и позвонить на горячую линию банка и уточнить информацию просто. То есть нужно понимать, что ни один банк, ну уже несколько раз говорилось, да, что сами они не выходят с телефона? Да, и провоцировать такие звонки. Вот мы уже проговорили с вами о ситуации, когда мошенники пытаются до сих пор снимать суммы, несмотря на то, что тему это обсуждают. Вот с нами на связи сейчас Центробанк Алексей Семенов, начальник отдела информационной безопасности Южного главного управления Банка России. Алексей, здравствуйте. Да, добрый день. Как Центробанк следит за киберустойчивостью финансовых организаций и выявляет атаки на банки? Банк России, как регулятор, следит за соблюдением прав потребителей финансовых услуг. И в структуре Банка России существует специальное подразделение Финцерт, которое на сегодняшний день сопровождает информационную базу из порядка 800 участников, и в том числе в которую входят все российские банки. Система обмена данными, которая создана на базе Финцерт, объединяет правоохранительные органы, разработчиков антивирусного программного обеспечения, провайдеров, операторов сотовой связи и еще ряд специализированных организаций, которые борются как раз с финансовыми мошенниками. Такое взаимодействие помогает оперативно отслеживать и реагировать на киберугрозы и минимизировать потери финансовых организаций и их клиентов. Алексей, какой ущерб, по данным Центробанка, понесли граждане от действий мошенников? В 2019 году объем всех операций, совершенных без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа, составил порядка 6,5 миллиардов рублей. А средняя сумма одной операции без согласия клиентов по счетам физических лиц в прошлом году составляла 10 тысяч рублей и 152 тысячи рублей по счетам юридических лиц. Какие схемы чаще используются? Среди используемых мошенниками приемов чаще всего фигурируют схемы, основанные на побуждении совершать клиентами банков необдуманные действия. Если говорить о статистике, то в прошлом году порядка 69% всех хищений средств граждан с банковских карт проводилось с использованием методов социальной инженерии. А годом ранее, в 2018, доля таких хищений составляла аж 97%. Снижение количества успешных атак объясняется в том числе ростом киберграмотности населения. Сейчас же актуальна схема, когда мошенники, представляясь работниками банков, сообщают об угрозе накоплением на счетах и предлагают перевести средства на резервные счета. При этом человек на другом конце провода заявляет, что попытки списаний с вашего счета происходят уже прямо сейчас. Одновременно мошенники используют эту схему с якобы имеющимися попытками списания средств с банковской карты, ну это стандартная схема, без согласия владельца средств. В любом случае, все сводится к тому, что мошенники пытаются выманить секретные данные о средстве платежа. И к таким данным могут, в общем-то, относятся полные реквизиты банковской карты, включая срок ее действия и трехзначный ТВС-код, а также пароли и коды из СМС-сообщений. Ну да, обычно мошенники просят именно подробную всю информацию. Алексей, еще один вопрос, последний. Какие все-таки правила необходимо соблюдать всем нам, чтобы не стать жертвой мошенников? И есть ли способ все-таки вернуть украденное? Ну, важно понимать, что персональные данные, которые публикуют о себе граждане в соцсетях, различных фишинговых сайтах, поддельных, интернет-магазинах и других ресурсах, в общем-то, сети интернет, могут использоваться мошенниками. Обзвонщики же с помощью техник социальной инженерии вынуждают людей принимать решения, которые приводят к тому, что деньги утекают от законного владельца к злоумышленнику. И поэтому необходимо берегать и не передавать никому как раз персональную информацию о себе и банковской карте. Если вы по собственной воле сообщите мошенникам свой пин-код или трехзначный код, расположенный на оборотной стороне банковской карты, или же разглашаете под подтверждение операции, полученной в СМС или ПУШ сообщениях, то банки не смогут вернуть украденные деньги. Но при наличии подозрения, что вам звонят не сотрудники банка, необходимо, как коллега сказал, прекратить разговор, перезвонить в банк по официальному номеру, который, кстати, указан либо на оборотной стороне карты, либо на официальном сайте банка. Спасибо. Алексей Семенов, представитель Центробанка, был с нами на связи. Павел Юрьевич, Алексей сейчас сказал, что не нужно давать слишком много информации о себе, цифры лишние не диктовать. К нам на WhatsApp пришел как раз в тему вопрос. Девушка-жительница Краснодара спрашивает, чтобы купить онлайн игрушку, даже за 100 рублей, некий портал требует ввести как раз эти самые три цифры с обратной стороны карты. То есть, если не введешь, покупки не будет. Как здесь быть? С одной стороны, говорят, ни в коем случае не сообщать никакую информацию, которая должна быть закрытой. А здесь вот одна из ступеней покупки, это как раз вот этих цифр. Как быть? Да, значит, совершать покупки в интернет-магазинах необходимо только на проверенных площадках, скажем так. То есть, если вы уже осуществляете покупку, вы вводите свои данные, вы должны быть уверены, что это проверенный продавец. Игрушки-то присылают? Присылают, да, но тем не менее, очень много поддельных сайтов, как сказали уже, вот фишинговые, да, необходимо обращать внимание именно на сам адрес магазина. То есть, буквально отличие одной буквы может в адресе сайта или символа влиять на… То есть, вы считаете, что вот такие онлайн-магазины потом как-то нехорошо могут использовать эту информацию? Могут, конечно. Против тебя, да? Конечно. Да? То есть, были и такие случаи у вас? Да, потом, да, в отношении них могут там совершаться какие-то атаки информационные, да, похищаться базы. Вот каким образом полиция предотвращает такие происшествия? Давайте мы поговорим после рекламы. С Павлом Гензерским мы продолжаем разговор о том, как обезопасить информацию о себе и свои средства. Павел Юрьевич, ну вот мы говорили о том, даже приводили пример о том, что люди переводят все данные о картах и банковские какие-то реквизиты о себе, покупая ту или иную там вещь, да, вдруг случится так, что они стали обманутыми. Помимо указанной суммы, у них сняли со счетов больше, чем положено. Сразу же обращаются в полицию. Таких обращений много и что в этом случае делает полиция? Да, таких обращений действительно много. Люди обращаются, ну, в соответствии с законодательством у нас данные материалы регистрируются, проводятся проверки. Вот, сложность раскрытия данного вида преступления заключается в том, что используется при их совершении большое количество сим-карт, телефонных аппаратов, интернет-телефонии, банковских карт. В большинстве случаев все эти абонентские номера оформлены либо не на существующие организации, либо люди, на которых оформлены данные абонентские номера, фактически не используют их. В связи с чем, на проведение мероприятий по установлению лица, фактически пользующего данными абонентскими номерами и банковскими картами требуется определенное время. Ну, скажите, чтобы нам было спокойно, есть ли задержанные, подозреваемые хотя бы в совершении таких дистанционных мошенничеств в Краснодарском крае? Да, сотрудниками головного розыска Краснодарского края, заистекший период 2016 года, задержано порядка 400 граждан, совершающих преступления данного вида. Вот что это за слои населения, если можно так назвать? Просто любопытно. Совершают преступления данного вида лица, в основном, от 18 до 40 лет. Не обязательно они были ранее судимы или привлекались к ответственности за совершение данного рода преступлений. В основном это граждане, проживающие в других субъектах Российской Федерации, либо ближнего зарубежья. В этом случае какое может быть для этих людей наказание? Наказание, установленное Уголовным кодексом Российской Федерации. Ну, в каждом отдельном случае нужно разбираться отдельно. Я бы сейчас хотела вернуться к теме форума информационной защиты, который проходит в Сочи. Мы о нем сказали в начале этого блока. Одним из спикеров там был уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик. Игорь Иванович говорил о потенциале IT-компании и в какой поддержке государства они сейчас нуждаются. Игорь Иванович на связи с нами по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как, на Ваш взгляд, сегодня необходимо поддерживать и защищать деятельность и, главное, безопасность IT-компаний в России, но и в Краснодарском крае в частности? Во-первых, правительство и государство обратило внимание на то, что это серьезный потенциал именно в пополнении различных уровней бюджетов. И сегодня просто необходимо переходить в новые формы общения и вообще в целом рабочий режим, используя IT-технологии. Вы знаете о том, что по инициативе уполномоченного предпрезидента мы обсуждали и внесли предложение, и сегодня налоговая нагрузка на IT-компании снизилась до 3% налог на прибыль. Это действительно очень серьезный шаг. Это как раз даст возможность этому бизнесу войти в рынок, создать здоровую конкуренцию. Это будет в помощь и предпринимателям, и, конечно же, и государственным органам. И большие средства пойдут по федеральной программе, и краевой бюджет тоже включается в данную стратегию. И это как раз и позволит предпринимателям работать понятно и минимизировать и оптимизировать свои расходы. Потому что у нас еще до сих пор случались моменты, когда не было просто связи. И человек хотел бы сделать определенные выплаты по налогам, а у него не получалось. А далее идут штрафные санкции, потом невыплата зарплаты и доходило до уголовных дел. Но этого, конечно же, сегодня не должно быть. Мы современное государство, и технологии 4G, переходят в 5G. Ну и, конечно же, безопасность в этом режиме. Поэтому без поддержки государства мы не сможем реализовать этот продукт. И правительство Российской Федерации понимает, и местные власти, что это должно быть. И самое главное, что бизнес большой, он тоже сегодня начинает делать технопарки и воспитывать ту категорию людей, которые бы прописывали для крупных, больших предприятий те же программные продукты. Ну и, конечно же, переходом и в малую сферу общения. Все, мы находимся совершенно на другом рубеже жизни. Пандемия это показала. Спасибо, Игорь Якимчик. Спасибо большое. Игорь Якимчик, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае, был с нами на связи по телефону. Павел Юрьевич, ну вот что касается воровства не только денег, но и ценной информации. Вот мы говорили сейчас про IT, компании, о том, как нужно защищать эту деятельность. В этом направлении полиция что делает? Значит, в этом направлении полиции, ну, в первую очередь проводятся профилактические мероприятия. То есть распространяются различные материалы по тому, как действовать в том или ином случае, если вы подвергаетесь какой-то опасности. Я знаю, что вы говорили о том, что есть еще некие листовки с дополнительной информацией. Где эту информацию можно прочитать? Да, данная информация сейчас очень размещается, значит, в пабликах, в социальных сетях активно. Также размещается в местах большого скопления граждан, то есть в торговых центрах, магазинах, на заправках. Вот, как именно не стать жертвой мошенников и что нужно делать в случае, в том или ином случае, да. В зависимости от какого вида мошенничества подвергается опасность. Вот вы уже сказали о том, что несколько человек, подозреваемых в совершении мошенничества, задержано. Может быть, вы развеете миф о том, что, ну, некое убеждение существовало о том, что некие управления идут людьми из мест заключения. Эти схемы, они сейчас работают или это уже все в прошлом осталось? Такие случаи на сегодняшний день еще действительно случаются, но, значит, МВД России совместно с ФСИН России, да, сейчас предпринимаются активно меры по исключению данных фактов. В местах лишения свободы, отбывания, наказания граждан устанавливаются средства подавления связи. И основная масса преступлений, которые совершаются, они сейчас совершаются с воли, то есть лицами, которые... Я поняла вас. У нас остается минута. Хочу, чтобы вы еще раз со всей ответственностью напомнили гражданам, как нужно вести себя со своими пластиковыми картами, насколько нужно быть осторожными. Хотя вот даже Герман Греф, казалось бы, да, лишился двух тысяч долларов, как, опять же, у него украли их просто с карты, где-то он расплатился, не знаю. На что нужно обращать внимание? Да, ну, первое, как уже было сказано, это необходимо понимать, что сотрудники банка не будут вам звонить и выяснять информацию о проведении вами какой-либо операции, да, сообщать вам, что ваша банковская карта заблокирована и просить вас перевести деньги, хранящиеся на вашем банковском счете, на какой-либо безопасный счет. Вот, значит, как я уже говорил, если вам поступил такой звонок, необходимо прервать разговор и связаться с банком по горячей линии. Вот, также необходимо быть внимательными при совершении покупок в интернете, вот, совершать их на проверенных площадках, не переходить ни в какие мессенджеры, то есть в WhatsApp или Telegram очень часто случается, что гражданам предлагают продолжить обсуждать условия сделки в каком-либо мессенджере, вот, значит, и не вводить данные своей карты по предложенным ими ссылкам, не переходить. Спасибо. С Павлом Гензерским, представителем ГУМВД России по Краснодарскому краю мы обсуждали безопасность в сети. Скоро продолжим.